Статья сначала была такая, что дело открыто по такой статье, что как бы угон машины, то что человека убивали, закопали и человек от полученных этих травм скончался, вообще не рассматривался. В Тумазинском районном суде рассматриваются резонансные дела. 29 декабря 2012 года двое школьников тогда еще 15-17 лет сели в машину к местному таксисту Денису Хафизову. Они жестоко избили парня и, думая, что он мертв, закопали его на свалке. Денис смог доползти до ближайшей фермы, переночевал в коровнике, а на утро был найден сторожем. Через три недели он от полученных травм скончался в больнице. Это 29-й существ, 30-го утром я его нашел. Я скачину пошел посмотреть. Зашел в сарай, там темно было. Я зашел, с фонариком подсветил и ищу коров, которые лежащих. И смотрю, один пацан там кричит. Обзы, обзы, говорю. Я говорю, что случилось? Он говорит, что меня так и так избили, говорит, к домкатам еще отвертку подняли. Нормально был. Он сам разговаривал, просто полулежа лежал, его поднял и вывел. Брат открыл, да, вывел. Он сам вышел. Закрыто заседание суда. Присутствует только отец и адвокат. Ближайшие родственники тоже не допущены на заседание. Надеемся, что суд восторжествует. Судебное следствие, надо предзнать, уже подходит к концу. Исследуются все доказательства. Всесторонние, глубокие и всесторонние, тушательные. Я могу на сегодняшний день сказать о том, что несмотря на то, что судебное следствие еще пока не закончено, вина в предъявленном обвинении в полном объеме доказана. Мы будем настаивать на том, чтобы максимальный срок наказания был. Учитывая, что они несовершеннолетние, максимальный срок 10 лет. На 30-е перенесли, изучение материалов уже закончено. Пока еще не приступили к допросу самих подсудимых. Продолжение следует...